Европа, то я просто, ну, разбираемся, разбираемся, ведем работу, опрашиваем, прошло, мы деньги оставили. Это такая хитрость есть, мы ей пользуемся, но надо смотреть, что за платеж, и смотреть, что за бизнес. Тут есть еще очень ключевой момент один, это тарифные ставки и то, с кем вы работаете. Вот яркий пример был сейчас, что Форекс за 7% и торгуй, чем хочешь. На самом деле, скорость подключения мерчанта, она как раз и зависит от того, почему вы стремитесь, и с какими тарифами вы хотите работать. Если, например, ваш бизнес позволяет, ну, поверьте, Форекс это чаще всего на 90%, что это мошеннические схемы, где там никто никому ничего не возвращает, там можно подключиться за 2 часа и платить там 12-16%. Я думаю, что многие хотели бы все-таки работать в минимальной стоимости, для этого надо показывать свою открытость, надо быть белым и пушистым. Банки готовы работать с хай-риском, потому что мы уже понимаем, что это деньги, это серьезные деньги. И здесь, по крайней мере, мы для себя, помучившись со всякими кривыми схемами, типа Yemi, типа Payment Service Provider и прочее, мы пошли по крупным банкам, это дает определенное вам преимущество, потому что, ну, поверьте мне, что все хай-рисковые операции, как бы, ну, маленький банк вас очень быстро вывернет, ну, отправит подальше, потому что ему не нужны проблемы. А крупные банки, типа Deutsche Bank, они имеют свои серьезные юрслужбы, которые могут годами там переписываться, лишь бы сохранять клиента, который несет и ведет потоки денег. Поэтому и если вы посмотрите на там новостные ленты, то чаще всего, что штрафы за всякие не самые там интересные деньги, там за отмывы и прочее прилетают очень крупным банкам. Rackweizen Bank, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, это все банки из топовых, топовых, топов банковской системы. Почему так? Ну, во-первых, обороты, которые по ним гуляют, во-вторых, клиенты, которых они обслуживают, ну, и в-третьих, конечно, капитал пойдет на любое преступление, ради 300% вреда, прибыли, это прям закон, и там люди умеют считать деньги, да, в маленькие банки, типа там, того же Евростандарта в Македонии, которые с большим удовольствием принимают Форекс, они очень быстро их и закрывают. Эти счета, как открыли, первые жалобы пошли, первые обороты пошли, блокируем, ну, и дальше начинается тягомотина, объясните, пожалуйста, происхождение ваших средств. Это такой, ну, один из, уже, по-моему, эта схема умерла, когда, как раз вот с блокированием, там, всяких офшоров и прочее, когда люди открывали банк офшорной зоне, открывали комсчета, начинали принимать деньги на них, ну, а потом что? Банковский бизнес, он на самом деле не такой, ну, именно если он связан с платежами и хранением, он не такой уже и высоко маржинальный, чтобы это было интересно заниматься, но интересно там заблочить средства клиента и их не вернуть. Нас закрыли, нас закрыли, это было такая, ну, серьезно, это несколько лет было очень популярно, и люди зарабатывали денег там, вложил там миллион, снял 20, отличная схема. Сейчас такое уже, к сожалению, не прокатит, но, к счастью, наоборот, потому что, ну, даже, как бы, вот эти все схемы с белизом, получение там брокерской лицензии и прочее, оно всегда превращается в то, чтобы вы не получите доступ к корреспондентской сети, что самое главное, да, как бы, любой банк, это количество связей и именно выстроенная корреспондентская сеть, чтобы можно было гонять разные валюты. Но, опять же, если вы готовы там платить по 10-16% со своего перевода, то вперед, какое можно делать? Я веду все-таки речь там, где здраво-разумные тарифы, это там, начинается, ну, под хай-риск, то, что мы сейчас начинаем предлагать там от двух с половиной, и это как раз возможно, только работая, там, белым, пушистым методом, доказывая, скорее, технологическую состоятельность и то, чтобы вы боретесь с автором. Ну, как бы, все остальное, то, что можно было бы рассказать, у кого-то были бы какие-то вопросы, это, наверное, уже в более частном порядке, я готов делиться информацией, можете мне на фейсбуке писать, задавать вопросы, я всегда открыт, там, чем смогу помогать. У меня вот был такой короткий доклад, я не знаю, что... Вы за криптой-то работаете? Да, да, это... Про крипту немножко, может, скажите? Давайте, я когда слышу юристов, мне всегда становится первый вопрос, почему меня до сих пор не посадили? Вот первый же, да, вопрос. Но Станислав абсолютно прав, вот, во всем, да, подпишусь, но ключевое, это то, что официально во всем мире, вот если мы берем весь мир, то официально крипта запрещена в семи странах, а во всех остальных она либо разрешена, либо, ну, как бы, были перечислены и от стран, вот, там почему-то не было, например, еще Финляндии, не было Бельгии, не было Ирландии. В каких-то других странах она продолжает оставаться в серой зоне, как Россия. Например, одна очень известная российская схема для работы с криптой, но тут же опять возникает вопрос стоимости транзакции. Никто, ну, никто не будет у вас покупать биток плюс, там, плюс 5-7% с карты, когда, ну, это просто, ну, дичь какая-то. Когда ты можешь снять деньги в банкомате, пошел, купил, он поменялся, там, один в один, да, по курсу. Поэтому одна из самых известных схем была, это через кооператив, когда ты мог передавать друг другу деньги, и тебе в банк не мог, ну, не списывал тариф за иглами, потому что это было внутри одной группы людей. Можете посмотреть, почитать это, ну, насколько мне известно, сейчас, буквально недавно мой товарищ, у которого был обменник на первом этаже в Сити, он переехал на Российной, и тот был вынужден, говорит, надо закрываться, потому что пришла прокуратура, спрашиваю, что вы тут делаете. Вот поэтому в России, как бы, ну, это вот серая зона, точно так же серые зоны, они есть везде, но там включается правило, что у любого банка есть первое правило, это KSC, знай своего клиента. Оно, в принципе-то, так и работает, если по простым языком, по простым языком, что любой банкир хочет знать, кто вы и что вы, что вы тут будете делать, если у вас получается это рассказать и доказать, что вы не собираетесь тут заниматься, там, транзитом денег для игил, принимать деньги от долбанцев за наркотики, по-прочему, то вам, ну, с вами вполне будут работать, тем более, ну, деньги же нужны всем, их сейчас так щемят, эти все банки, что они, да, их, причем, это делают по всему миру, они вынуждены закрывать счета и, ну, а как бы, а как работает-то? Но в то же время, они их даст, если они знают вас, вас как клиентов, если вы можете объяснить четко, внятно, ясно, что вы не будете тут заниматься схематозами, не будете заниматься жестким фродом, там, с отключенным 3DS, принимать, там, деньги на долбанах американцев, то с вами будут работать, и нет никакой проблемы. Да, это занимает время. Вот наш последний опыт, когда мы решили все-таки работать в белую, по-крупному и прочему, получение мастер-менчанта заняло 3 месяца. Очень сложно. Очень много переписок, но это все вполне реально. Не хотите связываться, ну, можете чуть-чуть переплатить. Приходите к нам. Вот еще какие-то жалобы, вопросы, предложения? Как вас на приступки? Вот у Артура там объявление, Денис Лисенский, можете, пожалуйста, пишите. Я буду, отвечу. То есть конкретно с вами надо связываться, договариваться, да? Я боюсь уже вас. Не-не, конечно, да, напишите, пожалуйста, я постараюсь вам помочь. Мы нормально, он у Артура может спросить. Не-не, я совсем нормально. У Артура нету деления, этот плохой, но и хороший. Ну да. Спасибо за все, Блокин. Добавил субтитры DimaTorzok